В своем докладе глава города рассказала о значимых событиях 2019 года, о социально-экономическом развитии Сарова, о внедрении инициативного бюджетирования, когда жители сами выбирают, на кой проект потратить деньги, программе формирования комфортной городской среды, в которой уже не первый год Саров активно участвует. Шла речь и о перспективах строительства жилья. Происходит поэтапный перевод общежитий, и потом по договорам социального найма предоставляется жителям. Это тоже один из путей. Ну и строительство нового жилья. Это точечная застройка, вы видите, вот в новом районе несколько домов таких есть. Это вещи, связанные с 1А, 1Б, хотя там на сегодня несколько строительств заморожено. Микрорайоны 1А и 1Б – это территория за седьмой школой, сейчас на этом месте лес. Проект планировки этой территории обошелся бюджету Сарову в 12 миллионов рублей. Возведение нового жилья только в планах. Пока в том месте идет строительство новой детской поликлиники. Ее собираются закончить к концу следующего года. В 2021 году будут сносить гаражи для строительства дороги к зданию. Также Александр Тихонов рассказал о реконструкции стадиона седьмой школы. Существуют нюансы, которые задерживают освоение денег. Они связаны с разработкой проектно-сметной документации. Администрация начинала с видом капитального ремонта. Затем переведено было в реконструкцию. Реконструкция потребовала государственной экспертизы этого дела. Сейчас, учитывая, что эта вещь очень сложная и дорогая, долгая, есть пути выполнения этого программы благоустройства. В общем, мы попросили и написали письмо с просьбой администрации интенсифицироваться в этом вопросе и предпринять все меры к освоению этих денег в этом году. Много вопросов, казалось, грядущих выборов в городскую думу, запланированных на 13 сентября. Пока информации о переносе нет. Также неизвестно о возможном дистанционном голосовании. Как свой выбор будут делать те, кто будет сидеть на карантине из-за коронавируса, должна решать территориальная избирательная комиссия. Также Александра Тихонова попросили оценить работу депутатов шестого созыва. Не могу выделять депутатов и оценивать, потому что каждый депутат выполняет самостоятельно свою работу и полномочия оценивать депутатскую работу, если только вы и избиратели. Полную запись пресс-конференции главы города смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24, а также на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.